Дорогие читатели, уважаемые коллеги! Представляем вашему вниманию книжную выставку, на которой представлены произведения советского писателя, лауреата Сталинской премии, участника Великой Отечественной войны Виктора Платоновича Некрасова. Виктор Некрасов – человек исключительно честности. Он никогда не шел поперек своей совести. Пережил ужасную трагедию вынужденной разлуки со своим читателем и родиной. В разгар эпохи застоя Некрасов был выдворен из Советского Союза, лишен воинских наград и советского гражданства. Разносторонний и одаренный, бесконечно обаятельный, смелый и добрый человек Виктор Платонович остается одной из самых привлекательных личностей в истории русской литературы XX столетия. Книги о войне Повесть «В окопах Сталинграда» – пожалуй, самая известная повесть Виктора Некрасова. Она занимает в истории русской литературы особое место. Наследник древнего дворянского рода, солдат, мушкетер, гуляка, по словам Андрея Синявского. Он сделал поистине аристократическую карьеру, он защищал родину и писал книги. Небольшая повесть, опубликованная в 1946 году и рассказывающая об обороне Сталинграда, стала настоящим супер-бестселлером, принявшим автору международную славу. Едва ли не впервые прозвучала здесь та неприглядная правда о войне, которую позже назовут окопной. Рублены фразы просто и лаконично рассказываются на этих страницах о фронтовых буднях. О том, что война – это тяжелая работа, грязь, неустроенность, непрекаянный быт. Героем же повести становится у Некрасова, как и у Льва Толстого, народ, на совесть сработавший свое дело и добившийся победы. В 1947 году повесть была удостоена Сталинской премии. Повесть «В окопах Сталинграда» вы можете прочитать в звуковом формате на электронных дисках, а также на флеш-картах. Следующая наша книга – Кира Георгиевна. Это небольшая повесть об уже немолодой женщине-скульпторе, жизнь которой поначалу сложилась нелегко. Арест мужа в 1937 году, война, эвакуация. Но со временем ее жизнь набрела черты внешнего благополучия. Это повесть о самой героине, о людях, с которыми ее свела судьба, о том, как трудно порой встречаться с прошлым, а главное – о честном и нечестном половинчатом отношении людей к жизни, к творчеству и к самим себе. Данную повесть вы также можете прочитать в нашей библиотеке в адаптированных для инвалидов по зрению форматах, рельефно-точечным шрифтом, в звуковом формате на аудиокассетах и на жестком диске. Позвольте представить вам сборник с названием «Маленькая печальная повесть». В этот сборник включены произведения Виктора Некрасова, созданные в разные годы и дающие представление о его необыкновенной, искреннем и честном таланте. Сюда входят повести в окопах Сталинграда, Кира Георгиевна, «Маленькая печальная повесть», а также рассказы «Вторая ночь», «Мраморная крошка» и «Маленькие портреты». И это биографические очерки о людях искусства. Данный сборник вы можете прочитать в звуковом формате на аудиокассетах, а также плоскопечатным шрифтом. Следующая книга на нашей выставке – это билетаризованная биография Виктора Платоновича Некрасова. Эта книга носит название «Сапер-липопед» или «Если б до кабы, до во рту росли грибы». Данная биография представлена в звуковом формате на жестком диске. Данная книга познакомит читателей с очерком, который был написан автором сразу же после приезда из заграничной поездки. Некрасову повезло в 60-х годах прошлого века побывать в нескольких европейских странах, что было совершенно недоступно простому советскому гражданину. Опираясь на свои наблюдения во время этих поездок, Некрасов перенес на бумагу. В результате простые читатели смогли немного приблизиться к той жизни, которая царила за железным занавесом. Только это весьма неблаготворно сказалось на дальнейшей карьере писателя. Уж слишком много правды он рассказал. Очерки «Месяц во Франции» вы можете прочитать в звуковом формате на жестком диске. Следующая книга представляет собой путевые заметки, очерки, которая называется «Праздник, который всегда и со мной». Виктор Платонович Некрасов принадлежит к числу русских писателей, кого судьба, как и многих других соотечественников, привела в эмиграцию в Париж. В 1974 году его вынудили уехать из страны, а в 1979-м лишили советского гражданства. Много лет после этого книги Некрасова не издавались, а его имя находилось под запретом. Его вычеркнули из Большой советской энциклопедии. После публикации эссе «Первое знакомство» Никита Сергеевич Хрущев заявил, что автору не место в партии, а в центральной печати появились статьи, где Некрасов с гневом и сарказмом обвинялся в низкопоклонничестве перед Западом. Сегодня уже у нас давно у многих есть свой Париж, своя Италия, уведены собственными глазами. Очерки Виктора Некрасова не теряют до сих пор свои уникальные ценности и помогают вновь и вновь удивиться тому, как богат и прекрасен мир, невзирая на исторические времена и политические эпохи. Данные путевые заметки вы можете прочитать в нашей библиотеке в звуковом формате на аудиокассетах, а также плоскопечатным шрифтом. Наша экскурсия по творчеству Виктора Платоновича Некрасова подошла к концу. Приятного вам чтения!